приветствую всех неоднократно мне попадались утверждения альтернативщиков на тему притяжения солнца смысл их в том что если официальная модель верно то мы должны ощущать это притяжение и скажем если какой-то предмет взвесить днем когда солнце высоко в небе то это самое солнце должно притянуть предмет и весы должны показать уменьшение веса помнится мне что один альтернативно одаренный даже пытался такой эксперимент провернуть в домашних условиях поставил гири на обычные бытовые весы и давай ждать что же они там покажут ночью естественно весы не показали никакого изменения веса и этот альтернативный ученый скажем так сделал вывод что официальная наука врет собственно об этом я и хотел сегодня поговорить основная проблема таких вот гениальных ученых да и большинство альтернативщиков в том что они пытаются опровергать неофициальную картину мира ее искаженное представление о ней проще говоря они сами даже не пытаются разобраться в том что они собственно говоря пытаются опровергать и это при том что все повторяюсь абсолютно все требуемые данные есть не то что в открытом доступе а зачастую изучаются еще в средней школе да 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 не нужно мне напоминать что типичный альтернативщик не может осилить даже школьные курсы естественных и точных наук собственно говоря он поэтому и альтернативщик и так давайте разберемся почему же эксперимент нашего альтернативно одаренного ученого мягко говоря бред собачий предупреждаю будет немного математики и физики для начала давайте вспомним какие данные нам потребуется для того чтобы вычислить какое же изменение веса должно было бы быть в случае с взвешиванием того же самого груза масса солнца радиус орбиты земли орбитальная скорость земли гравитационная постоянная закон всемирного тяготения формула ускорения вращательного движения второй закон ньютона кажется это все для наглядности простоты расчетов мы возьмем средние значения радиусов орбиты орбитальных скоростей есть несколько способов рассчитать требуемые значения я выбрал наверное самый наглядный и простой для объяснения и так представим предмет который находится на экваторе и на весах он показывает ровно один килограмм находится он в этой точке тут сейчас 6 часов утра вопрос что покажут весы когда солнце будет точно в зените то есть в полдень а также что они покажут в полночь посмотрим какие силы действуют на груз конечно же притяжение земли и ускорение от ее вращения то есть центробежная сила мы все это рассчитывать не будем важно лишь то что сумма этих сил дает такой вес что на весах у нас будет точно один килограмм а теперь про притяжение со стороны солнца величину притяжения мы можем легко получить использовав формулу закона всемирного тяготения и известные величины массу солнца и груза а также расстояние между ними расстояние тут равно радиусу орбиты земли в итоге мы получаем вот такое значение а теперь вспомним про центробежную силу ведь тело движется вместе землей по орбите подставив эту формулу радиус орбиты и скорость движения по ней мы получаем ускорение а знаю ускорение массу тела мы легко получаем силу которая действует на это тело да в итоге у нас получается что притяжение солнца компенсируется центробежной силой и в итоге у нас остается только притяжение земли и показания ровно в один килограмм на весах этот этап расчетов я показал просто для наглядности и понимания дальше вы поймете для чего это нужно а теперь представим что у нас полдень в том месте где находится груз с весами солнце точно над головой посчитаем какие силы будут в этом случае притяжение земли и ускорение от ее вращения у нас неизменны рассчитаем притяжение солнца и в влияние центробежной силы орбитального движения тут нужно учесть что предмет в этом случае ближе к солнцу на расстоянии равное радиусу земли это немного увеличить силу притяжения к солнцу ли центробежное ускорением правда немного на разные величины потому что в одном случае расстояние до солнца у нас берется в квадрате а во втором нет в итоге эти силы уже не будут полностью друг друга компенсировать насколько именно давайте посчитаем вычтим из расстояния до солнца радиус Земли и получим вот такое значение. Как видите, есть небольшая разница. Сила притяжения к Солнцу чуть-чуть больше центробежной силы. Суммарно эти две силы дают некоторую силу, направленную как показано на рисунке. Как видите, она направлена против действия силы притяжения груза к Земле. К этому мы вернемся чуть позже. Теперь посчитаем для следующей ситуации, когда у нас полночь и Солнце точно под нами, если можно так выразиться. Считаем еще раз то же самое, только теперь к расстоянию до Солнца прибавляем радиус Земли. Получаем вот такие значения. Как видите, теперь и притяжения к Солнцу и центробежные силы уменьшились. И снова на чуть разной величины. В итоге теперь уже центробежная сила чуть больше. Вот на такую величину. Как видите, эта разница примерно такая же, как и в предыдущем примере, только направлена в другую сторону. И также она направлена против действия силы притяжения к Земле. А теперь изобразим обе эти силы. Если вам это ничего не напоминает, подскажу. Мы только что заново открыли приливное воздействие. Суммарное влияние разницы притяжения на разных расстояниях и работа центробежной силы как бы растягивает любое тело вдоль линии, соединяющей центр массы этого тела и тела его притягивающего. Напомню, что эта сила действует не только на груз на весах, но и на любую точку планеты. Но про приливы я вам уже рассказывал ранее. Возможно, еще как-нибудь вернусь к этому вопросу. А сейчас вспомним, для чего все эти расчеты были сделаны. Вопрос был в том, насколько изменится показание весов в полдень и в полночь под влиянием Солнца. Итак, в обоих случаях у нас вес уменьшится на вот такую величину. Такому весу соответствует изменение массы на весах вот такого порядка. Чуть больше двух сто тысячных грамм. Каким образом наш альтернативный ученый собирался измерить такую разницу – вопрос риторический. Кстати, результат, который мы получили ранее – вот этот полностью согласуется с официальными данными. Суммарно оба этих воздействия создают, скажем так, растягивающую силу вот такой величины. А вот официальные данные. Эта величина называется приливной силой Солнца в отношении Земли. А это готовая формула, по которой эту силу можно рассчитать. Почему я вам ее сразу не показал? Думаю, определенная категория альтернативно одаренных в таком случае сказала бы, что формула фейк и все подогнано. Хотя они это и так скажут. По этой же формуле можно посчитать влияние и Луны. Как вы видите, приливная сила Луны примерно в два раза сильнее Солнечной. Кто-то скажет, что так быть не может, ведь Луна по официальным данным в миллионы раз легче Солнца. Но никакого противоречия тут нет. Приливная сила при прочих равных условиях больше всего зависит от того, насколько велико тело, в данном случае Земля, по сравнению с расстоянием до тела, которое вызывает приливную силу. Но не буду грузить вас лишней информации, перейдем к последнему моменту в этом вопросе. Окей, скажет альтернативщик. Допустим, я облажался. Нужно было сначала посчитать, а потом поставить эксперименты. Ну а где доказательства? Кто и как измерил, что в полдень, допустим, весы действительно поменяют свои показания? Ответ тут прост. Это не только рассчитано, но и проверено на практике, причем неоднократно. Можете, например, почитать здесь. Ссылку я, как всегда, оставлю в описании. Тут точные расчеты для конкретного места и времени и полной методикой измерений. Обычными весами, кстати, это не измерить, как многие догадались. Для таких целей используют точные гравиметры. Их точности более чем достаточно для этого. И более того, они настолько чувствительны, что, по сути, положение Луны и Солнца сильно искажает результаты, например, геолого-разведочных гравиметрических работ. Поэтому при работе с такими приборами вводится так называемая «приливная коррекция». Кому интересно, можете почитать в инструкции к такому прибору. Для справки, такой гравиметр способен зафиксировать изменения ускорения в одну миллионную «Ж». А вот такой сверхточный гравиметр на сверхпроводниках даже одну миллиардную. Ну и подведем итоги. Господа альтернативщики! Прежде чем пытаться опровергать официальную науку, вы для начала постарайтесь хотя бы немного в ней разобраться. А пока ваши жалкие так называемые опровержения работают по одному и тому же принципу – почитал, не понял, сам додумал, сам придумал, сам опроверг. Молодец, садись, два! На этом я прощаюсь с вами, всем спасибо за просмотр, всего вам доброго и с наступающим!